Продолжение следует... А вы в курсе, что в Сочи помимо секции хоккея работает и целая школа высшего спортивного мастерства по хоккею? Здравствуйте! В эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы – генеральный директор школы высшего спортивного мастерства по хоккею Никита Матвеев. Никита, здравствуйте! Да, здравствуйте! Ну, хотелось бы узнать немного историю, когда и как появилась школа высшего спортивного мастерства, вот что скрывается за этим прекрасным названием и почему площадка была выбрана именно в Сочи? Ну, сочинская школа высшего спортивного мастерства стартовала в этом году. У нас старт был заложен в апреле этого года, 15-го года. Сочи был выбран не зря, потому что город Сочи включает в себя историческую ценность уже для нашей страны. Здесь были проведены Олимпийские игры зимние, отстроены огромные ледовые дворцы действительно мирового уровня. И также Сочи включает в себя отличную курортную площадку, где родители, которые приезжают вместе со своими детьми, могут провести здесь как курортный отдых, а дети, в свою очередь, могут на высоком уровне позаниматься хоккеем, улучшить свое мастерство. Поэтому непосредственно на Сочи и был восстановлен наш взгляд, и зародилась школа именно здесь. А какие задачи перед собой ставит школа? Что это? Как лагерь организован? В какой форме это все происходит? Наша школа поставила перед собой единственную, скажем так, миссию и цель. Это способствовать развитию хоккея и удержанию хоккейной державы нашей страны на топах мировой арены. Проходит это в формате четырех раз в год сборы. Летом это 10 смен по 9 дней. В каждые осенние, зимние и весенние каникулы также проходят сборы. Сейчас у нас прошло летом 9 смен. По 2015 году прошли осенние сборы, уже завершились, да, не так давно. Сейчас также мы проводим турниры, мы собираем на наших площадках команды со всей страны, с разных уголков от Владиквостока до ближайших районов, Краснодара, Горячего Ключа и так далее. И проводим турниры, чтобы ребята наигрывались, получали некий опыт выездных турниров и, в принципе, совершенствовались с нашей поддержкой, скажем так. То есть, получается, со всех регионов к вам приезжают дети целыми командами, правильно? Сколько в одну смену вы принимаете команд или хоккеистов юных и какой это возраст? Если говорить о командах и просто спортсменах, то на сборы приезжают, может приехать, в принципе, любой спортсмен, который будет допущен нашей комиссией. То есть, вне команды даже нужно приехать? Да, вне команды. Бывает так, что приезжают командами на наши сборы, да, мы организовываем и для целых команд такие мероприятия. Но в основном это, если мы говорим о сборах, о лагере, то это как раз-таки отдельные игроки из каждого команд, из каждого региона. Но, к сожалению, в Сочи очень далеко добираться, да, с многих уголков страны. И действительно выходит денежно-затратная частью именно перелеты, переезды, времени долга. И поэтому немногие могут себе это позволить в связи с тем, что поддержка у нас на сегодняшний день. Какие-то регионы поддерживаются, да, хоккея какие-то не поддерживаются. И в основном эти траты падают на плечи родителей игроков. Вот, если говорить именно о турнирах, то да, мы собираем команды. Именно команды к нам приезжают со всех уголков страны. Мы, в принципе, держим контакт с более 500 клубов России, вот, в тесном контакте, да, с, в принципе, со всеми тренерами, с представителями родительских комитетов. Общаемся, приглашаем их, ведем какую-то работу взаимовыгодную для них, потому что ребята тоже приезжают. И для них это очень важно, это большое такое, целое событие. А все-таки какой возраст хоккеистов, которые у вас обучаются, и вот сколько уже человек прошло? У нас за лето прошло порядка 250 человек, это включая местных игроков. Возраст разнится от 6 до 16 лет. То есть у нас была изначально одна большая группа, да, порядка там 20-30 человек в каждую смену по-разному. Сейчас было принято решение разделить две группы, чтобы были игроки от 6 до 11 лет в одной группе, и игроки старше до 16 лет были в отдельной группе. То есть у них получается как два параллельных сбора, да, которые проходят на одних и тех же, да, ледовых аренах, на одних и тех же спортивных площадках, но они разделены, и для них разные тренера. Если говорить о турнирах, то наши турниры совсем недавно прошел и проходят в данный момент, да, турнир 2009 года рождения, это совсем уж юные игроки, да, которые только начинают свой путь в хоккейном мире. Проводим, получается, 2001, 2002 и до 2009 года рождения. Каждый турнир, он проходит этого года и младше, то есть не старше заявленного года на каждый из турниров. А перечислите, как вот называются, чтобы было представление эти турниры? Уже сейчас прошли турниры «Кубок «Золотая осень», прошел «Кубок ШВСМ» 2006 года игроков, прошел у нас «Кубок Черноморский Олимп», «Кубок Черноморья». Сейчас проходит «Золотая осень», «Кубок ШВСМ» как раз игроков 2009 года рождения. И в каждый из турниров следующего полугодия он изнаменован какой-то датой. У нас есть турнир, посвященный 8 марта, есть турнир, посвященный Великой Отечественной Победе, есть турнир, посвященный 23 февраля. На следующий полугодие запланировано 12 турниров, и поэтому сейчас каждое название, я думаю, не вспомню, но такие самые основные я назвал. Отключены ли они в какой-то календарь федерации хоккея? Нас поддерживает федерация хоккея города Сочи, непосредственно президент федерации. Он бывает на наших мероприятиях, проводит и открытия, и говорит напутственные слова юным хоккеистам. Но мы не можем влиять на календарный план федерации хоккея России, но мы свою информацию им об этом сообщаем, что в наши дни проходят. Один раз даже была поддержка краевой федерации, тем, что они чуть-чуть передвинули, чтобы не попадали смены наши на проведение каких-то турниров среди игроков, которые входят в их компетенцию. Но в целом, я думаю, что мы придем к какому-то консенсусу, что мы будем уже друг другу способствовать, не вставлять палки в колеса, а действительно работать вплотную над развитием хоккея как и в регионе, так и в России в целом. То есть главная задача этих турниров, чтобы юные хоккеисты получили какой-то соревновательный опыт, правильно? Да, это соревновательный опыт. На турнирах мы планируем со следующего года для игроков старше 12 лет, уже если мы сейчас согласуем некие юридические моменты, это уже присваивать всевозможные звания. Потому что действительно уже уровень турниров достаточно хорош. Мы с каждым турниром это наращиваем, наращиваем. То есть уже нас замечают, в принципе, такие организации, как школа Олимпийского резерва, да, с юзшоры, и к нам обращаются, да, уже к нам прислушиваются. И, собственно, мы планируем, что в следующем полугодии для игроков старше 12 лет уже присваивать всевозможные звания, разряды. Вот. Поэтому так. Ну, в Сочи, в том числе и в рамках краевой целевой программы развития спорта, и в рамках федеральных программ открываются секции, разные школы зимних видов спорта. И в том числе существует всероссийский детский спортивно-здоровительный центр, в котором тоже в рамках смен, да, приезжают хоккеисты. Вот. В чем отличие вашей школы от этого вот центра? Не копируют ли они друг друга? Не повторяют ли функцию? В чем отличие? Я бы не сказал, что они копируют, потому что у этого центра есть свои целевые программы, да, которым они следуют. У нас немного в другую направленность. То есть там люди заезжают в этот лагерь, в этот центр на длительное время. У нас же это небольшие смены по 9 дней, которые немного разной направленности. То есть это 9-дневные сборы, когда человек максимально втягивается в этот режим, и за свои 9 дней работы плотная, да, получает какой-то определенный результат. То есть после него действительно вот мы брали обратную связь. Тренера игроков, они замечают развитие. У нас приезжали ребята, и, ну, родители говорили о том, что там допускают в первый состав, потому что, ну, там физика, может быть, страдает, может быть, где-то техника, да. И из-за наши сборы некоторые проходят не одну, не две смены, да, некоторые приезжают на все лето. У нас были и такие ребята. После этого они действительно улучшают свой уровень. И вот у нас занимался мальчик Гаврилов Гриша. И как раз его после наших сборов его допустили в основной состав. И, в принципе, для нас это большой показатель, что действительно работа проводится и проход. Вот, поэтому мы, в принципе, с ними, даже не назвал бы я их там конкурентами, мы не конкуренты, мы просто занимаемся каждым своим делом. У них своя программа, у нас своя программа. И по-разному ее, ну, люди интерпретируют. Кому-то нужна именно формат нашего, да, наших сборов. Кому-то нужен формат их сборов. Поэтому мы, в принципе, здесь чуть параллельными, но разными все-таки путями идем. Но все-таки хотелось бы еще уточнить, где базируется ваша школа, какие это ледовые площадки. И вот 9 дней, в течение 9 дней, если кратко, вот какие проходят занятия? Это наверняка не только занятия на льду, но и какая-то теория. По ледовым аренам у нас, в принципе, на данный момент задействованы все ледовые арены Олимпийского парка. То есть у нас проводились мероприятия и на тренировочных аренах Айсберга, Волосожар и Траньковой. У нас проходили также основная масса мероприятий на шайбе, на тренировочных, на главной арене шайба. Были задействованы тренировочные арены Большого Ледового Дворца. Если брать Красную Поляну, то мы вплотную работаем с ОКЦ «Галактика», с их ледовой площадкой, проводим там турниры. На следующее лето запланированы 4 смены, которые пройдут в горном кластере, которые включат в себя именно тренировки для высокогорья. Это пешие прогулки, это утренние марафоны по горному, по горной местности. И с неразряженным воздухом это способствует многим игрокам. И многие тренера советуют своим детям, своим подопечным, приезжать именно, проходить такие сборы, потому что это очень сильно влияет на дыхательную систему, на легкие, и сказывается в итоге на игре, на уровне подготовки спортсменов. Если говорить про непосредственно смену, что в нее входит, у нас в каждой смене, ну, если говорить уже предыдущий опыт, в этом году у нас было 12 часов работы на льду, у нас было 16 часов ОФП, общей физической подготовки, которая включала растяжки, которая включала в себя утренние марафоны, которые бегали по 3-4-5 километров. В принципе, день разбит на определенные часы, то есть у ребят все режимно, у них, они просыпаются в 7.30 утра, в 8 часов у них зарядка, потом у них, они выезжают уже, собственно, на пляж, если говорить о лете, да, они 2 часа проводят на пляже. Это бег, это растяжки, это всевозможные аэробные упражнения, после чего ребята завтракают, да, то есть первый прием пищи проходит после тренировки. У них есть свободное время в каждый день, порядка 3 часов, то есть они восстанавливаются, да, после чего они едут на ледовую арену на все время проведения сборов. За ребятами закрепляются трансферные автобусы, которые их доставляют со всех точек, то есть под присмотром. Помимо тренерского состава у нас также есть состав супервайзеров и воспитателей, которые все время находятся с ними, то есть если это тренировка, они не участвуют в тренировочном процессе, а просто наблюдают, да, там, если нужны какие-то вещи, они помогают. Если это малыши, да, там, с 6 и до 11 лет, то они, в принципе, там помогают какие-то, ну, такие свои вопросы решать в столовой, может быть, там, в своем номере. Вот. После чего у них идет отдых после тренировки, потому что тренировка проходит полтора часа на льду, но у нас также это отличительная наша черта, что мы делаем именно большую тренировку ледовую, нежели разбиваемую там на 2 по 45. А что это дает? Это дает более, скажем так, плотную работу именно на льду, потому что человек за 45 минут, да, игрок, он, ну, не успевает, он только вкатывается, и у него, получается, как говорят, да, самый результативный присед – это уже через «не могу», да, там, самый результативный, ну, подход – это самый последний. И вот как раз-таки, как у атлетов, так же и у наших спортсменов результат появляется только, когда они занимаются на пределе своих возможностей и уже переступают эту линию, и действительно, ну, добиваются новой высоты. Поэтому тренировки построены таким образом. У нас с 9 дней есть один выходной, то есть 4 дня идет первый блок, идет потом полный день выходной, восстанавливающий, и дополнительные 4 дня оставшиеся проходят также блоком. Помимо того, что у нас проходит общефизическая подготовка, подготовка на льду, с ребятами также работают в интерактивных залах, в конференц-залах, когда делаются какие-то съемки тренировочного процесса, да, каждого отдельного игрока. И потом на вечернем разборе, после, там, еще у них есть бросковая тренировка, после льда, да, у них 2 часа отдохнули, они пошли на бросковую тренировку, отточились, скажем так, свое бросковое мастерство, там, тренера, в тренера также у нас есть вратарей, которые, в свою очередь, занимаются вратарями, да, которые вратари там половили это все, шайбы и так далее. После чего у них вечером, после ужина уже есть определенная теоретическая работа, когда показывают уже со стороны, где их конкретные, да, недочеты, как можно их улучшать, над чем надо работать, и тактические занятия также проводятся, что по расстановке игроков, где кто должен быть в игровых моментах, правила, да, игры также доносятся, да, более глубже, вот, у нас периодически проходят семинары по, там, судейству, да, по игре других стран, да, как играют, допустим, в Канаде, да, как играют, там, в Швеции, как играют, там, в Финляндии, поэтому теоретическая часть... Вы же тоже тренинги ведете по формированию вот командного духа? Да, там, включен в программу, в каждой группе мы даем два часа, именно такой психологически интерактивный тренинг, когда, ну, я рассказываю именно о лидерских качествах, поскольку я не спортсмен, я больше по менеджерской работе, по управленческой работе, но, там, есть большой опыт, и по именно созданию команд, да, по управлению командами, лидерские качества, и все это вкладывается также в каждого ребенка, чтобы на выходе он, не только у него были физические какие-то данные, не только технические данные, но и все это было в голове, чтобы человек понимал, к чему он идет, для чего он это делает, да, какие дают ему плюсы хоккей, да, что конкретно ему надо улучшать в себе, да, над чем работать, потому что личностный рост – это тоже большая составляющая именно хоккея, да, если посмотреть на всяких великих игроков, Овечкина, Малкина, они все говорят о том, что, ребят, читайте, ну, не только в зале, да, закаляется ваше тело, разум и дух, но читайте книги, улучшайтесь, растите во всем формате. Вот, поэтому у нас на наших сборах мы также проводим вот этот двухчасовой тренинг, мастер-класс, который именно по лидерству, по командообразованию. А кто тренеры, кто тренирует детей? А тренерское преподавательское составе, хотелось бы узнать подробнее. Да, у нас большой тренерский состав, порядка 12-14 человек. На сегодняшний день мы постоянно улучшаем, мы ведем сейчас переговоры уже с довольно-таки именитыми, да, и тренерами, чемпионами мира, потому что хотелось бы привлекать именно такого уровня, такого ранга. Для мастер-классов? Да, для мастер-классов, возможно, кто-то возглавит тренерство, но на данный момент у нас есть тренера с довольно-таки уже именитыми, и регалий у них вполне достаточно, и поигравшие в свое время. Это Бец, Максим Сайфулин. Максим Бец, он участвовал в Сент-Луисе, играл в Америке. Признанный международный мастер спорта. Сейчас также Сайфулин, также мастер спорта по хоккею с шайбой. Ребята, тренера, они преподавали, воспитывали команду Кубань, нашу, краснокраевую, которая, к сожалению, сейчас развалилась и без должного финансового содержания существовать не смогла. Вот они приезжают к нам на сборы. У нас порядка 14 человек, 12-14 человек, которые я прям всех пофамильно сейчас и не вспомню, прошу прощения, конечно, ребят, большой поток информации. Михаил Светлаков также у нас проходит в сборах, участвует Савчук, Николай. Савчук – это представитель школы «Трактора», которая Челябинская. У нас много ребят из Челябинска, которые тренируются. У нас, если говорить о Светлакове, Михаиле, это как раз он представитель Ижевской школы. Он в свое время играл за Ижевской, был капитаном команды за «Ишталь». А с хоккейным клубом «Сочи» в каком-то контакте состоите, как-то работаете? Может быть, тоже для участия в мастер-классах будете приглашать или еще что-то? На игры, может быть, детей будете водить? Мы водим на сегодняшний день всех, кто приезжает к нам, если попадают во время турниров игры, то мы, в принципе, все наши группы отправляем туда. Но, к сожалению, на сегодняшний день это происходит за их личные средства. Ребята покупают себе билеты, родители покупают им билеты и себе. Контакт на сегодняшний день, не сказать, что он налаженный. Мы пишем письма, мы обращаемся к руководству компании, но до сих пор не добились какой-то аудиенции с директором. Ну, хотелось бы. Да, конечно, хотелось бы, потому что мы, по сути, в одном городе, и ярче, чем ХК «Сочи» на сегодняшний день здесь нет звезд. В принципе, игроков хотелось бы призывать на наши мастер-классы проводить, и так далее, на сборы, на турниры. Но на сегодняшний день пока нет. Время нашей передачи подходит к концу. Хотелось бы, подводя итог, чтобы вы все-таки обозначили, и как вам кажется, каков вклад в развитие детского спорта вашей школы высшего спортивного мастерства, может быть, в масштабе страны, или города, или края? Наш вклад, команда наша именно, которая работает в школе высшего спортивного мастерства, мы, скажем так, не берем себя оценивать с точки зрения. Мы делаем все для того, чтобы хоккей развивался, хоккей и в нашем городе, и в стране в целом. Уровень хоккея рос, уровень мероприятий хоккейный рос, чтобы информация о турнирах, о хоккее в целом, да, то есть привлекала людей, чтобы они больше втягивались именно не только в хоккей, а в целом в спортивную тему, потому что хочется, чтобы наша страна была не только нефтяной державой, но также и спортивной державой номер один. В таком формате наш вклад в это развитие идет. Очень здорово, удачи, большой удачи в вашей школе и процветания. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня был генеральный директор школы высшего спортивного мастерства Никита Матвеев. И время нашей передачи подходит к концу. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова